ходатайственная молитва раскрытие силы ходатайственной молитвы два вида молитв мир вам братья сестры приветствую вас на блоге виктора буслова познания друзья вы хоть один раз сажали картошку у себя на огороде и конечно собирали хороший урожай а было так что сажаешь один мешок а собираешь тоже один мешок ты думаешь зачем столько работал на следующий год опять сажаешь надеешься на лучшее что сейчас будет лучше братья сестры а как у нас с молитвой бывало так что молишься бывает получаешь ответ а бывает и нет есть молитва прошения когда просим а есть когда просим за других людей и эта молитва называется ходатайственная молитва мы все много времени проводим в молитве к богу отцу небесному и конечно просим за ближних своих родственников и начальство и власти не забываем бывает что мы молимся против против греха против пьянства блуда против греховных связей до наши молитвы направлены как и к богу так и в сторону нашего врага сатаны их услуг против мироправителей тьмы века сего против дух и духов злобы поднебесных сегодня мы детально разберем два вида ходатайственные молитвы во-первых богу во-вторых против мироправителей тьмы века сего против духа в злобы поднебесных Более детально мы рассмотрим молитву к Богу. В следующих видео мы посмотрим на молитву на территории врага, ее особенностей. В этом видео рассматриваются два типа ходатайственной молитвы и то, как ее может вести Святой Дух. Иногда мы пытаемся контролировать Святого Духа и говорить Ему, что делать, но истинная ходатайственная молитва подразумевает подчинение Его руководству. Узнайте о силе молитвы и результатах, которые она может принести. Не забудьте подписаться на более контента о молитве и духовности. Ходатайственная молитва. Объяснение двух типов ходатайственной молитвы. Этот вид молитвы может быть ведомым Духом Святым. Почему может быть? Потому что иногда мы пытаемся вести Духа Святого и Ему рассказываем, что Ему нужно. Но об этом потом. Ходатайственная молитва бывает двух видов. Во-первых, молитва прошения к Богу Отцу, Духу Святому, Иисусу Христу. Во-вторых, молитва – духовная брань, где молитвенник молится на территории врага, то есть может связывать нечистых духов, разрушать духовные твердыни и т.д. Мы будем говорить об этих двух молитвах. Но они хоть и обои ходатайственные, но у них есть существенные отличия. Молитва – духовная брань. Этой молитвой может молиться каждый, но не у каждого будет результат. Так как эта молитва в основном проходит на территории врага, на территории сатаны. В этой молитве важны такие качества, как, во-первых, власть верующего, во-вторых, духовные границы молитвы. Не зная этих вещей, наши молитвы будут безуспешными, и мы будем молиться, как кулаками воздух. Иногда не мы с вами молились такими молитвами и, не получая результата, бросали это дело, разочаровывались. Но здесь главный подход. Здесь молиться может не каждый, но если есть сильное желание, можно научиться. Мы немного посмотрим на эту молитву чуть дальше. После молитвы ходатайства я расскажу более подробно о власти верующего и успешной молитве в духовный мир. Но сначала, это молитва ходатайства к Богу Отцу, Духу Святому, Иисусу Христу, под ведением Духа Святого. То есть, чтобы Святой Дух ввел в молитве, этой молитвой может молиться каждый. Ходатайственная молитва Богу Отцу. Это молитва к Богу Создателю. Это Бог Отец, Иисус Христос и Дух Святой. Когда мы приходим к Создателю, нужно помнить, что Тот, за Кого мы молимся, Его тоже сотворил наш Бог. По сути, если мы молимся за человека, Отец у нас один, верующий это или нет. Жизнь дает только один Бог. А когда мы приходим к нашему Создателю, нам нужна какая-то власть верующего? Конечно, нет. Наша власть перед Ним – ничто. Если Он что-то и делает, то это только по Своей любви к нам. Откроем послание апостола Павла к Римлянам, 9 главу, стихи с 19 по 21. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделающему Его? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Это послание к Римлянам, 9 глава, стихи с 19 по 21. Да, тут Павел говорит о такой вещи, как воля Божья. «Мы не можем приходить к Богу и применять свою власть. Тут мы приходим только в смирении, на коленях духа, души и можно тело. Власти никакой. Если в молитве на территории врага нужна власть верующего, и результат может быть не у каждого, то когда мы идем к Создателю, то здесь ходатайствовать каждый может изо всех». Сейчас мы посмотрим немного ходатайственную молитву на территории врага. После будем говорить и более детально о молитве перед Создателем. Это нам нужно для сравнения. Да, и чтобы нам видеть, насколько разнообразна и большая эта молитва, и час, проведенный в молитве, проходит незаметно, очень интересно. Молитва на территории врага. С этой молитвой вы знакомы, друзья. Это когда связывают, изгоняют нечистых духов, молятся, разрывают греховные связи и тому подобное. Это молитва на территории врага, на территории сатаны. Откроем посланник Ефесянам, 6 главу, стихи 12-13. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злы, и все преодолев устоять». Это посланник Ефесянам, 6 глава, 12-13 стих. Эта молитва не против людей, а против духовных правителей и властей, против владык этого мрачного мира, против духов зла на небесах. Мы немного затронем эту молитву, так как не все могут молиться ею. Нет, молиться могут все, но нужна подготовка. А более детально, молитву ходатайственную к Богу Отцу, Духу Святому, Иисусу Христу, но затронем и эту молитву. Духовная брань. Молитва против духовных правителей. Чтобы молиться этой молитвой, нужна власть верующего. Нет, молиться может каждый, но результата не будет. Чтобы зайти на территорию сатаны и молиться, нужна власть, власть верующего. Хочу сказать, в практике, очень много людей останавливаются молиться из-за того, что не видят результат. Просто молиться не с властью. Нужно просто упорядочить свою жизнь и продолжать молиться. Для этого я и напишу все про этот вид молитвы в подробностях, но чуть далее, позже. Разберем более детально. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что апостол Павел говорит о молитве и всеоружии Божьей. Более того, мы еще много будем говорить на тему молитвы, духовной брани, Бога Отца, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк, мне нравится, или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.